квартира от 5000 долларов 100 120 долларов за один квадратный метр но это в зависимости от квадратуры вот такая сейчас у нас реальность на рынке недвижимости скажем так проект доступное жилье это инициатива президента вадима красносельского жилье это основной фактор закрепления на рабочем месте и закрепления государства какая бы ни была заработная плата может быть даже и достойная но и мечты жилье не купишь в любом случае без помощи государства вот исходя из этого я еще будучи спикером верховного совета потом уже став президентом и сразу заявил о том что необходимо принимать программу по строительству доступного жилья скептики не верили говорили что это невозможно но как видим все невозможное у нас преднестровье становится возможным у нас нет ничего невозможного совершенно верно и уже к концу года новые квартиры встретят своих хозяев да будет новоселье у многих и стоимость квартиры однокомнатные от 5000 долларов до двухкомнатные 77 с половиной тысяч долларов ну трехкомнатные до 9 в принципе как и говорили изначально купить и жилье кстати можно в кредит под десять с половиной процентов годовых плюс сейчас правительство разрабатывает субсидии до для поддержки молодежи молодых специалистов потому что будем говорить откровенно не ну не каждый может взять кредит да и потом еще осилить ремонт размер этой субсидии предлагается на уровне 10 тысяч долларов сша при условии что такой молодой специалист отработает не менее 10-15 лет на территории приднестровья то есть с ним подписывается договор о такой отработке еще одна часть проекта доступное жилье это закупка квартир на вторичном рынке благодаря такой господдержке уже в этом году 80 человек станут новоселами честно очень рада за людей и также жилые дома будут строить с нуля квартира будет большая 56 практически квадратных метров зона кухни довольно таки крупная одна комната с двумя окнами уж 20 квадратных метров это просто гостиная мечты мечты сбываются анастасия додонова уже думает как распорядиться собственными квадратными метрами их 56 на вторичном рынке с учетом того что все равно въезжая в какую-то квартиру мы делаем ремонт под себя здесь есть возможность сделать его сразу же не вывозить старое не разрушать объехал и сразу проводить там окраску тот свет который мы хотим или поклейку тех же обоев немножко больше возможности новый адрес анастасии бендеры протягайловская 2 это один из долгостроев который обретает новую жизнь здание построили в семидесятых планировали общежитие получился учебный корпус медицинского колледжа но с конца девяностых здесь царили тишина и пустота жизнь закипела вновь феврале этого года сейчас стройка идет полным ходом ко второму сентября здесь дадут 39 новых квартир предполагается что дом будет сдан в эксплуатацию с обустроенными квартирами где будут организованы перегородки проведены коммуникации обустроена система отопления с установкой радиаторов установлена входная дверь заменены оконные блоки кооператив почти сформировали но свободные места еще есть предполагаемая смертная стоимость квадратного метра площади квартиры составляет 115 долларов за квадратный метр сегодня на вторичном рынке недвижимости цены квартиры стартует от 220 долларов за квадратный метр то есть с учетом тех затрат которые понесло государство стоимость квадратного метра почти в два раза меньше чем средняя на рынке еще год назад эта территория была заброшенным местом сегодня здесь груды песка кирпичей строительных материалов но уже в следующем году можно будет увидеть зеленые деревья детскую площадку зоны отдыха и даже парковку примерно на 230 мест ведь именно столько квартир в этих домах столичный долгострой по комсомольской 28 заброшенные здания портили вид последние 30 лет как и в бендерском долгострой потепление настало в этом году мы квартиру повторяю еще раз даем вот в таком виде дальше уже дольщик непосредственно сам решать где не будет будет перегородки где у него будет ванна сейчас у нас очень модно делать квартиру и студии соответственно стен может и не быть кроме как ванны с туалетом сергей вала один из дольщиков дома жена двое детей мальчик и девочка вместе со старшим сыном димой пришел посмотреть как идет строительство новую квартиру покупают для наследника в ремонте будущий хозяин тоже примет участие краткосрочные планы у нас семейной бригадой вот с дмитрием самостоятельно делать реконструкцию нашего жилья делать ремонт да будем делать ремонт и подрастающее поколение будет своими руками ну все это приводить порядок это будет однокомнатная квартира с большой кухней столовой большая комната зал просторный санузел гардеробная комната должна быть современная хорошая планировка жилье в основном для работников бюджетной сферы цена за квадратный метр 120 долларов площадь от 43 до 130 квадратов выходит средняя стоимость квартиры 5 8 тысяч долларов но и такая цена не каждому по карману помочь может льготный кредит на 10 лет под 10 с половиной процентов годовых важно сумма не зависит от курса доллара кроме того правительство разрабатывает проект субсидирования молодых специалистов стройка в террасполе и бендерах идет в рамках госпрограммы это только начало пока осенью планируют сдать только один дом в бендерах и терраспольский долгострой по улице комсомольской и бендерской всего нашли 60 пустующих зданий по всему приднестровью отреставрировать и жить можно только в 30 из них восстановление распределили на ближайшие 6 лет на очереди еще 12 домов мы сегодня включили программу только 12 объектов это первый этап программы планируем в течение ближайшие пять-шесть лет завершить все объекты которые сегодня находятся в стадии незавершенного строительства привести их соответствую и ввести в эксплуатацию так уже в этом году начнут восстановление жилых домов днестровские рыбницы в следующем запланированы работы над долгостройами в слободе и бендерах реанимация долгостроев это только часть проекта доступное жилье государство будет строить не просто дома целые микрорайоны эта программа пока формируется эта программа планируем начала работы этой программы в двадцатом году в двадцатом году мы планируем как пилотный проект начать с площадки в городе террасполе это площадка бывшего завода ткаченко на 21 год планируем расчищать территорию подготовить инженерные сети оградить ее и выполнить проектные работы по строительству там комплекса жилых домов это надо все привести нивелировать под рабочую плоскость подвести коммуникации в том числе и уже на двадцать первых двадцать третьих года и так далее мы уже будем предусматривать финансирование это будет источник либо республиканский бюджет либо другой финансовый источник но тем не менее мы в любом случае эту идею реализуем и граждане также смогут получить доступное жилье такие квартиры нужны спрос на них превышает предложение совсем скоро в новом жилье закипит жизнь сотни семей в террасполе бендерах получат собственное жилье это только начало проекта доступное жилье многие не верили что квартира 5 тысяч долларов это реально как показало время невозможное возможно